Много лет тому назад Рубен Николаевич Симонов пригласил меня выступить перед студентами училища имени Щукина. И произошло чудо. Рубен Николаевич сел в зрительный зал, и я увидел 18-летнего юношу. Сидел юноша, который разделял настроение зрительного зала, реагировал так же, как реагировали студенты. Смеялся, аплодировал. Этот вечер я запомнил на всю свою жизнь. Представим себе, что сегодня выступает здесь весь театр Вахтангова и все гости перед Рубеном Николаевичем Симоновым. Так же представлю это я себе. Сегодня в зрительном зале, кроме вас, сидит еще и Рубен Николаевич. Чувство юмора. Прекрасное чувство. И как жаль, что это чувство у некоторых людей отсутствует. В нашем институте в Ленинградском был такой, произошел случай такой. Здесь у нас студент грузин по фамилии Горидзе, а зовут его Аваз. И очень тупой доцент Николай Степанович Петяев, страшно тупой человек, вызывает он грузинок к доске, спрашивает, фамилия ваша Горидзе. А зовут вас как? Тот говорит, Аваз. Меня зовут Николай Степанович. Аваз как зовут? Тот говорит, Аваз. Меня зовут Николай Степанович. По-моему, пора бы вам уже знать, молодой человек. Аваз как зовут? Тот говорит, Аваз. Два часа идет разговор. Этот смотрит на него, тот на этого. Этот без чувства юмора абсолютно... Чувствует, я тоже хочу. Рассказывай, случай у нашего института произошел. Здесь у нас грузин. Студент грузин по фамилии Горидзе, а зовут его Аваз. Его зовут так, Аваз. И очень тупой доцент Петяев Николай Степанович. Вызывает он его к доске, спрашивает, фамилия ваша Горидзе. А зовут вас как? Тот говорит, Аваз. Меня зовут Николай Степанович. Аваз как зовут? Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, Аваз. Меня зовут Николай Степанович А вас как зовут? Тот говорит, а вас? Меня зовут Николай Степанович А тот говорит, а вас как зовут? Есть у нас грузин По фамилии Горидзе Зовут его Аваз Его зовут так, Аваз И тупой доцент Тупой очень человек, понимаешь? Вызывает он, скажет, своя фамилия Горидзе Зовут вас как-то, Аваз Меня Николай Степанович Есть у нас грузин По фамилии Горидзе Зовут его Аваз Его зовут так, Аваз Назвали, понимаешь? Он грузин Он не виноват, понимаешь? Мама с папой назвали Когда маленький был, понимаешь? Его назвали Тебя как зовут? Степа Ну, ты Степа, а он Аваз Он Аваз, а ты Степа Грузин Аваз А Степа кто? Ты Степа А он Аваз А доцент тупой А ты Степа А тупой доцент Вызывает в доске Спрашивает фамилию Горидзе Зовут вас как-то А вас? Кого? А что кого? Что? Ну, кого он спрашивает все время? Кто спрашивает все время? Кто? Что? Кто тебя интересует? Ну, он его Тот его Тот он Его Кто, что его? А тот никак Что никак? Кого никак? Что, грузин что ли, да? Какой грузин? Есть у нас грузин И доцент тупой Вызывает в доске Спрашивает фамилию вашу Он говорит грузин А не-не-не-не Не, он говорит Доцент Не-не-не Он говорит Доцент говорит Грузин Грузин думал, что он его спрашивает Грузина А тот думал, что он отвечает ему Доценту А в чём? А в чём? А в доценте? Он говорит Фамилия ваша Горидзе Зовут вас А тот говорит А вы? А я, говорит Доцент А тот говорит А я, говорит Грузин А доцент говорит А я кто? А тот говорит Вы тоже грузин А конечно Оба грузины Вот это я не помню Помню, что доцент грузин А тот Стёпа Это я Стёпа А ты Стёпа, да А кто же грузин? Грузин не знал, что он грузин Нет, он знал, но не точно А тот не знал, но сомневался Что на вас Вот Давай ещё раз Есть у нас грузин И доцент тупой Очень тупой доцент Понимаешь ты? А грузин? А грузин нет И ты тоже Вместе с доцентом Ну Ну вызывай в доске А вас, а вас, а вас, а вас, а вас А вас, а вас, а вас, а вас Ну и что? Ничего А чего смеялись? Отойдём в сторонку Мне кажется, что мы мало видим И мало слышим А были бы мы внимательны И к окружающим Мы бы многое услышали И многое увидели Вот идёт человек Э, офенди Послушай меня, дорогой Что я тебе скажу Всё идёт к тому Что всюду всё будет Изобилие будет А хорошо ли это будет? Подожди Не торопись Ты молодой, горячий Кровь играет Я сам был огонь Сейчас потух немного Хотя дым ещё идёт иногда С изобилием Не надо торопиться Не надо торопиться С изобилием Ты идёшь по улице Встречаешь меня Здравствуйте, дорогой Заходи ко мне вечером Зачем? Заходи, увидишь Я прихожу к тебе Ты через директор магазин Через завсклад Через товаровед Достал Дюфсит Дюфсит Слушай, у тебя есть? У никого нет? У тебя есть, слушай Я попробовал Во рту тает Вкус Списфиски Я тебя уважаю На другой день я иду По улице встречать тебя Здравствуй, дорогой Заходи ко мне вечером Зачем? Заходи, увидишь Ты приходишь к мне Я через директор магазин Через завсклад Через товаровед Через заднее кирельцо Другой достал Дюфсит Слушай, ни у кого нет У меня есть Ты попробовал Язык проглотил Речь лишился Вкус Вкус Списфиски Я тебя уважаю Ты меня уважаешь Я тебя уважаю Мы с тобой Уважаем Леви В театр Просмотр Премьер идет Спектакль Кто в первом ряду Садит? Завсклад Директор магазин сидит Сзади товаровед Все городское начальство Завсклад любит Сенит, уважает Почему? Завсклад на Дюфсит сидит Дюфсит Великий двигатель Общественных Списфиских Отношений Представь себе Исчез Дюфсит Исчез Я пошел в магазин Ты пошел в магазин Мы его не любим Он тоже пошел Туфли есть? Есть Черные есть? Есть Лакирование есть? Есть Черный верх Белый низ Есть? Есть Белый верх Черный низ Есть 42-й Самый ходовой Нет Есть Слушай, никогда не было Сейчас есть Дамские Лакирование Бордон С пражки С пуговиц Со шнурок Есть Ты купил Я купил Мы его не любим Он тоже купил Все купили Все ходим Скучный Бледный Зеваем Завсклад идет Мы его не замечаем Директор магазин Мы на него плюем Товаровик Обувной отдел Как простой инженер Это хорошо? Это противно Слушай, пусть будет Изобилие Пусть все будет Но пусть Чего-то не хватает Спасибо за субтитры Блин Что уже Да? Уже все Блин Ассус Асс Асс Ассус Ассус Ассусуэль Да? Скатер 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 А я Без скатерки Не могу Бойка Как в лучших домах Сейчас Мишку 20 Блин Финансы Нет 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 А Тай Лежим А Тай Поехали! Поехали! Дали два выходных. Люди со своими поселения. Мишель. Посадили с ума люди. Вместо того, чтобы... Вместо, чтобы в кругу семьи по квартире пошататься. Да нет, убивают время, причем зря убивают. Вот в прошлое... Воскресенье, как раз воскресенье было. В прошлое воскресенье потянуло она меня на эти... Как из ворот выйдешь, сразу направо. На этот, на вернисаж. Вон. Я это думала, музей как музей. Это, слушай, не музей, это хуже забегалки. Хуже. Горячего нет. Горячего нет? Горячего нет? Горячего нет? Горячего нет? Горячего нету вовсе. Один только сыр и кофе. И сыр-то какой... Он уже весь загнулся... Хоронить пора. Ну, в Третьяковке хоть солянка была, а на этом Вернижасе одна минеральная. Нет, вы так думаете, не отдохнешь, а воскресенье проходит. Ну, пока экскурсия на статую тарашилась, я из музея выскочил. На углу прихватил, кое-что только расположил, газетку растеял, все, как говорится, и чин-чинем. Так нет, вахтерша процепилась. В Гороческом зале, в Гороческом зале, вахтерша. Как вам не стыдно, как вам не стыдно, аж пенсне у нее раскалилось. Я так тихо замечаю. Что-то орешь, ты, мышь белая, ты здесь каждый день, дураковляешь, мне надо на работу идти. Ты видишь, человек без стакана, что же мне здесь горлышко булькать. Она, в Гороческом зале, в Гороческом зале. Ах, Аполлон, Ах, Аполлон, я говорю, да, я Аполлон. А это он, Аполлон, ну, не хотя бы Аполлон. Ах, селедку и селедку, что селедку? Я селедку, ну, развернул я у него селедку на плече. Ну и что? Он две тысячи лет стоял без селедки, две тысячи лет. Пусть селедка им постоит, что ему сделается, а мне зато на работу идти. Понимаешь ли, коза старая? Хотел я консервную банку открыть, я бочки с собой прихватил в автомате, мировую закусу, очень советую. Слушай, вот смех, вот умора, музей, нечем банку открыть. Ну, ну, ой, слушай, куда я только не лазил, приспособился под конем, оторвал какую-то железяку, только вдарил, она как заверещит. У меня аж банка из рук выпала. Я говорю, что ты дребезжишь? Что я тебе трогаю, да? Я тебе кусаю, ты видишь, у меня полно продуктов. На часах уже три, а я еще ни в одном глазу. Ты можешь мне штопор вынести? Она в Грышеском зале, в Грышеском зале. Я говорю, у тебя штопор есть в Грышеском зале? Вы понимаете, что вы говорите? Я говорю, я понимаю, ты понимаешь, что без штопора мне не открыть. Я опал, буду стучать, я сейчас мешать буду. Это же музей. Темнота, слушай, темнота. Никакой культуры я так научился. Оторвал вторую железяку от этого же коня, пропихнул внутрь. Но настроение, конечно, уже не то. Какой-то гробницей, слушай, гробницей. В кромешной темноте. Это мне ни черта не видать, ни черта. Слушай, где закуска, где бутылка, где горлышко, куда лить, откуда что? Раздавил пол-литра в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, руками, все руками, все руками, все руками, все руками, бычки руками. Вылез из этой гробницы весь в паутине, весь в бычках. По коврел того рыцаря, слушай. Слушай, внутрь, внутрь рыцаря труха. Слышишь? Внутрь, 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 с, 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 срендюкового рыцаря наши опилки. Ой, дурят нашего брата, слушай. Ой, ой, дурят. А тот железный, который на коне, тот ничего, крепкий. Меч я у него вырвал из руки, щит, рвал-вырвал, не идет. Вот тебе музей убил, выходной день. Ежели бы не это дело, никакого удовольствия. И сейчас я пройду, через счастье. Субтитры создавал DimaTorzok But where have you been? I've been searching for you. But five times you've changed your room. Why? Ну, потому что это такой отель. Здесь масса интуристов, масса иностранцев, много делегаций, всевозможных журналистов. Здесь так интересно, ты знаешь, очень много национальностей в разных костюмах. You don't say, lots of foreign people, with their national costumes and everything. Well, that certainly is interesting. Listen, Arkady, why don't you make an act of it? No, it is impossible. Why? Все актеры у нас сейчас, нет, у нас holiday. Well, what if your actors are on holiday? You can play it all yourself. You don't need actors. I'm... Yes. All... All? Yes. All... All alone? Yes. It's too difficult for one man. Not for you. You can do all the roles by yourself. I understand, but... Allo, 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 allo. Allo. Really, allo, allo. Бессонница. Третьей сутки не сплю. Попробуй прилягу, может быть. Может быть, что-нибудь у меня получится, не знаю, может быть. Может быть. Вы меня извините, может к вам? Так, извиняюсь, тут его нету, так. Батлон, но тоже нет. Я на стороне, ну. Слип. Алло? Нет, это не он, совсем наоборот. Это администратор театра миниатюр. Со мной кто говорит? Администратор отеля. Очень приятно. Слушаю вас, коллега. Я извиняюсь, вы случайно не из Одессы будете? Нет, ну я думаю, администратор, почему бы и нет? Слушаю вас, коллега. Я, чтобы он приехал в другой номер. Слушайте, 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 я понимаю. Слушайте, 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 мы понимаем. Слушайте, слушайте. Иностранцы, туристы, я уже все понял. Привет, коллега, привет. Слушайте, вас хотят перевезти в 6-й раз, вы видите, мы ездим. Спит. Вот что я сделаю, я правильно поступлю. Пока он спит, я воспользуюсь этим, этой паузой, я помоюсь у него ванной. Это самое правильное дело будет. Да, я уже ушел. Да, пожалуйста, можно уехать? Пожалуйста, милая. Да, да, прошу вас, пожалуйста. Слушаю вас. Алло. Пожалуйста, милая, здравствуйте. Это Агнеса Фауна. Пожалуйста, милая, дайте мне, пожалуйста, нижний холл. Пожалуйста. Здравствуйте. Менеджерин. Агнеса Фауна. Das wäre, das wäre schon faul. Alles gut, ja alles, ja ja danke schon. Ja bitte, 274 und 78, ja? Das ist alles, ja, ja, ich verstehe, aber das kann nicht sein, das ist unmöglich. Gar nicht, gar keine Zehner, ja, ja ich verstehe, aber, ja, ja, ja. О, мой Бог! Я... Шреклый, шреклый Ибо она что-то... Я, 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 я... Пожалуйста, милый французский Септ, пожалуйста Здравствуйте Агнеса Фауа Коменцова Пре бьем, О, о, о Я коменцов а эрро фатиге О, 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 ма по готет Пожалуйста, уберите этот номер Посмотрите, что у них там в ванной творится Боже мой, голые люди Я чувствую, что они себе позволяют Просто невозможное дело Умность какой-то Не дают домыться, какой-то кошмар Невозможный делать Это не гостиница, не турист Это свистопляска, надо его смотреть Отсюда переберем в другую гостиницу Какой-то кошмар, а Ужас какой, не дают домыться Пожалуйста, мне швейцара Дайте мне швейцара Да, пожалуйста, прошу вас Мне нужно вещи принести 101-302-й, срочно, давайте Ужас какой Домыться не дают В прошлый раз тоже пошел я в баню На мое счастье погас там свет Мало того, что я упал с полки Так я ударил себе локоть Плюс колено Плюс об столбик с затылком Минус два губа Стал я одеваться Все надел на левую сторону Плюс задом наперед Плюс чужие носки Минус мои штаблеты Мне даже сюда Швейцар через полгода придет Вот что я сделаю Я правильно поступлю Я домой из ванной Это будет самое правильное дело Самый правильный выход из положения Минус Ой, милые народы, что здесь Да, я, я Я, я, я Я, я, я Я, 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 я И все иные странцы Скажем, нам поговорить Скажем, чтоб тебе понял Вот скажем, стол, стол И есть стол Да, кне По-немецки-то Индойч будете эти Как его Эти Диртиш Диртиш В франце Ля там Ля там Ля там Ля там Ля там В ин инглище Зё тёй было Вот как будет Очень, очень хорошо Зир гуд Зир гуд В франце Это Как его Ой, ин инглище У веры вела У веры вела Спасибо, как будет Спасибо Данки шон Данки шон Данки шон В инглище Сенькая Они Веры Вела Сенькая Вот Агнеса Павловна Которая Преподает Иностранных хозяйств Она пишет За что я Hot Подарю что Эта 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 Как её Эта Эту Эта Паранасейшин, вот Ну вот я уже и добылся Вы знаете, у меня мальчик учится здесь в школе Я послушаю, как они между собой разговаривают Детки, это какой-то кошмар Не размахывай рукам, не шевели ногам И, ребята, идите сюда, я уже давно одевший Что это с вам случивший Что это вы в лице переменивший Не как вы заболевший Я прихожу к директору школы Я говорю, послушайте, как они у вас разговаривают Он мне отвечает, они у нас так привычные Ну, как говорится, год не пей, два не пей Но после бани, дай бог здоровья Водка, так А где стакан глаз, а? Не вижу Я думаю, что-нибудь там я найду в ванной Что-нибудь из-под зубной щетки, может быть Эк, камера Дусра, дусра, камера Батрум Хе 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 Хе, харам сарахунга Худачка Шукрая Райкин Ху Райкин Ага, беги пау на Райкин Ага, беги пау на Райкин Ага, беги пау на Райкин Вчера я дал еще одно объявление И няне обязательно придут Няне? Хоть бы одна няня откликнулась на твое объявление Нет, ты что-нибудь не так написал Требуется няня в прекрасную семью Ну вот видишь, вот ты ее испугнул Ну что это за прекрасная семья? Да у нас на самом деле прекрасная семья Ну мало ли что на самом деле А для нее это необычная формулировка Желательно опытная, пожилая Ну вот Ну какая женщина добровольно признает себя пожилой? Ой, ну ты же сама просила пожилую нянь Да, просила Просила Месяц тому назад Сейчас, если войдет совершенно молоденькая девчонка И скажет, я ничего не умею делать У меня масса родственников и кавалеров Нет никаких рекомендаций И я ворую Все равно возьму Здесь няня требуется Проходите, пожалуйста Прошу вас Переношла очень Лестница у вас крутая И прям лифт не работает Подождите Вот Ну вот Сталки я, няня и есть У меня Сталки величайка Агафья Тихиновна Очень приятно А вас как вы прикажете звать? Я Лидия Васильевна Так, Лидия, значит А вот он Николай Степанович Коля, значит Все одно забуду Вот мои рекомендации Не беспокойтесь, пожалуйста Да Ну Комнат я вижу у вас Няхти какая Мебелишка Те же самое Да Не подойдете Не подойдете мне Нет, нет, Агафья Тихоновна Одну минуточку У нас другая есть комната Темная, не бойся Да что вы, она светлая Там три окна Вот вы там с ребеночком И будете жить А, стало быть, я светлой Я буду жить Да Ну да Ну тогда еще ничего Тогда еще Еще ничего Тогда еще Еще ничего Тогда ничего Ну Потолок я вижу высокий Ну а пол какой У младенца Машенька Машенька Ну да, стало быть Девочки Да Девочки, да Я лично больше мужской пол Уважаю Это, наверное, потому что у вас сынок Да Девица Да Вот так А у нас теплоцентраль Хорошо Всегда горячая вода Стирать очень удобно Стирать Да Нет, не подойдете Нет, нет, Агафья Тихоновна Одну минуточку Да Коленька, стирку я беру на себя Хорошо Стирать вам не придется Да Белье будем отдавать в прачечную С пеленки метать Ага Пеленки я сам буду ставить А, так Значит, большая стирка прачечная Да А пеленки сами будете Сам, да Ну да Ну тогда еще ничего Еще ничего Тогда еще Еще ничего Ничего Тогда еще Ничего Ну, а еще специальные Как у вас будет Кулинка, я отдам свое штательное платье Оно мне стало широковато Да Агафья Тихоновна, вы не волнуйтесь Ай, не волнуйтесь Агафья Тихоновна Вы волнуйтесь Вот это платье вам подойдет? Да тебе, как сказать Теперь, небось, такие не нож Ой, ну что, это же Клеш полусолнца Это самый модный фасон Модный Да Кладиколи модные Хорошо Так, значит, я убирать я не буду Значит, стирать не буду Значит, варить я не буду Значит, я сказала Это я предупредила Ну, а, значит, на фартук я, значит, люблю Чтобы крабешин был Сетчик-то я не очень Мамаша, дверь-то закрой Не терплю, когда младенцы вырещат Ну-ка, давай быстро Да Ну, вот, значит, это я сказала Это я предупредила Ну, чай я, значит, пью, значит, высший сорт Да, а телевизор у вас какой? У нас Т-1 Т-1, да Не подойдет Нет, нет, Агафь Тихонов Не подойдет Нет, там экранишка маловато А мы линзы купили Линзы Ну, да, стало бы тебе Т-1 с линзой Да, был линзой Ну, да Тогда ничего Еще ничего Тогда еще ничего Значит, про чай-то я вам сказала, значит, Ну, именин у меня, значит, 18 апреля Родилась я 24 марта, это вы запишите Вы не беспокойтесь, мы и так запомним Нет, смелая, вы запишите, чтобы потом разговор не было Хорошо Подарки мне, значит, ко дню рождения, к именинам, значит, я к 1 мая, значит, к Пасхе, к 7 ноября, к Рождеству, к Новому году Ну, а уж там к Спасу, к Покрову и к Парижской коммуне, это уж как совесть спать, скажете, что да, так Да Ну, хорошо, я стою Ой, спасибо вам, Агафь Тихоновна Спасибо Спасибо Вот так Вы стараетесь, стараетесь Да, вот Ну, спать я, значит, буду вот на той двухспальной лежанке На ней мы спим Вот, а теперь я буду спать, а себе вы раскладушку купите, а ты чем спорить, молодой человек, съездил бы за моим сундучком, да Я сейчас занят Вот, тут и адресок указан, да Мне заниматься надо За час и управиться за час Не спорь, не спорь Ну, хорошо Ну, ты хорошо, значит Агафья Тихоновна Да, милая С Машенькой погулять надо Ну, что же, одевай девочку-то Одевай, да Одевай, милая, одевай девочку-то, одевай Ой, а я пока к уме позвоню, давно не звонила ей Сейчас, милая, одевай, милая, одевай Одевай, вот так, хорошо Одевай, хорошо, сейчас Вот, один, и перецид Два, да Это кто это, а? Это кто это, а? Это я, Тихоновна Да, да Да, ну, устроилась я Устроилась, да В колхоз, да что ты, милая В колхозе работать надо А я к рабеночку И страсть, как уважаю ихнюю пищу Да А есть А, и газа, как есть, и шустрый Да Да Так вот И хозяйка, так и, как сказать Хозяйка-то, она сама себе субтильная Да, да, он все спорит Все, видать, по научной чести Мамаша, ты иди, девочка, ты погуляй Иди, милая, иди, гуляй, гуляй Бери девочку, ты иди Часик, опять погуляешь? Приходи домой Иди, милая, иди, не стесняйся Ты приходи ко мне Приходи, милая Чайком побалуемся Иди, мамаша, не слушай, не слушай Иди Чайком побалуемся Телевизор посмотрим Да Шурку-то, захвати Шурку-то Захвати с собой Шурку-то Что ты, милая Да теперь-ча Нашего брата и пожилую няньку На весь золото наценится Эй Богу они на меня должны молиться Вот что я тебе скажу Хе-хе-хе-хе-хе-хе Самое светлое на свете Серое вещество Вот ежели взять у людей Все эти мозговые извилины Только одного полушария Скажем, восточного То вот получится расстояние От Земли до Меркурия Да Ну Конечно, приятно, что на этом пути есть и мои сантиметры и миллиметры жены Но Потому что ведь один Эйнштейн, он ведь погоды не делает Ну, само собой, у него самого набралось этих извилин километров на сто Ну, конечно, тут кое-что бы добавили и Лев Толстой, и Ломоносов, и Штирлиц А все остальное это Да Нет, это все рядовые, трудящиеся Я там, этот Сидоров Ну, и жена его, Анна Петровна Ну, да Вообще, знаешь, из этого расстояния бы ее вычесть бы надо Ну, дело не в ней Я повторяю, что одни Ломоносовые, они ведь погоды не делают Ну, само собой, они все на свете изобретают и открывают Они открывают, а мы иногда толком и закрыть-то не можем Да Потому что ведь для того, чтобы все эти великие изобретения, они как-то освоить Это ведь тоже надо Серое вещество иметь, будь здоров Вот, взять электричество Вспомним прошлые века Ой, ведь топором брились Топором, ооо, топором брились При лучине писали Слушай, при лучине писали При лучине Ну, что, что хорошего, можно написать при лучине Что? Ну, разве что Ну, Евгений Олегин Ну, кандидатско-то не напишешь Ну, ну, и потом Что это получается? Лифт не работает, ну Потому что Этого-то нет Ну, и потом, куда подниматься-то на нем И потом, это, телевизор уже не включить Не во что Вот, так что уже программа, там, мир животных И лекция для алкоголиков уже Слушай, этого-то нет И вот у человечества Рождается гений Скажем, Михаил Фарадей Слушай, и он изобретает вот Это вот Электричество Слушай, и говорит широким массам Возьмите люди Пользуйтесь И массы ему отвечают Шайбу Это Спасибо, Миша Спасибо И пользуются И люстры горят И телефона звонят И троллейбуса бегают И под Новый год По заявке телезрителей Голубой огонек показывают Но народ не успокаивается А все время думают, чтобы еще такое придумать И я тоже не успокаиваюсь Потому что за эти блага электричестве Надо же уже Вот Так что в коридоре-то у меня висит Черный ящик А в нем колесико-то как психованное Все крутится А цифики-то все бегают Все бегают Все бегают А зарплата у меня Я изменяюсь Соответственно труду Так что Сами понимаете Ну я хоть и не фарадей Но серое вещество У меня найти можно Правда От обида Она у меня уже Не серая А черная И вот эта черная В смысле серая Уже борется С электричеством И применяет Правила Буравчика То есть Эй То есть у меня Счетчик-то уже Крутится не туда А оттуда И через неделю Уже не я должен Государству А оно мне Но я ему эти долги Плащаю Прощаю я ему Я не Крохобор Пойдем в наших Рассуждениях Дальше Для этого Вернемся назад В мои лучшие годы Когда волос у меня На голове Было еще больше Чем Вставных в зубов Как же выглядел я Тогда Я Человек С большой буквы Ну не будем Говорить с какой А выглядел я Тогда Очень естественно Потому что Ходил-то во всем Натуральном Что на мне было Чесуча Хлопчатка И кирза И вот Появляется У человечества Очередной гений Ну скажем там Какой-нибудь Менделеев Который Изобретает Синтетику И говорит нам Возьмите люди Пользуйтесь И мы кричим ему Шай Спасибо Дима Спасибо И вот уже на мне Сплошной Лавсан И кримплен И куда не надеть Кремплена Там капрон И вот я уже Лен не сею Хлопок не жну Овец не стригу Разве что Только целиком Шкуру сдираю Для дубленок Ну и значит Получается Выходит что Льются на меня Чудеса Химии А какие не на меня Те Вливаются В речку Чтобы рыбки Тоже Поняли А какие они До конца Не поймут То я им Помогу Потому что В концу Трудовой недели У меня Это самое Серое Вещество Уже Несколько Слежалось И размякло Так что Активный отдых Ему Во как нужен Проблема Которая уже Решена Мною И я беру Рюкзак И надеваю Его на спину Моему другу Сидорову А сам несу Снасти Для рыбалки И мы Приезжаем В заповедник Куда еще Не ступала Ни одна Нога человека А только Моя И Сидорова И мы Сидим И любуемся На эту Благодать Потом мы Берем Наши Снасти И говорим Спасибо Тому Человеку Тому Гению Который Изобрел Эти снасти И забрасываем Снасти В воду И этот Динамит Взрывается И Тая Рыбка Которая Уплыла От химии Уже Всплывает К нам И тут Мы Открываем Свой Рюкзачок И Вынимаем Тот Закусон И То Чем Его Запить И Мы Сидим Разводим Костерок И У Того Костерка Мы Из-за Острого Настрежень Стенька Разин Выплывает Нас На бабу Променял Ну А через день Через день Через два Ну В лес Пионеры Придут Придут Пионеры Придут В лес Ну Наш Костерок То С помощью Вертолетов Потушат Нет Потушат Ну За нами Эти Баночки Скляночки Подберут Подберут В металлолом Сдадут И Из него Потом Тепловоз Построят И Вот Мы Уже С Сидоровым На работе С Просветленным Светлым Веществом Сидим И ждем Когда же У человечества Новый гений Объявится Сварганит Что-нибудь Великое И скажет Нам С Сидоровым Возьмите Ребятки Возьмите Воспользуйтесь И Мы Возьмем Я флюгер Поставлен я На крыше Я флюгер Не даром Я всех выше Чтобы не сняли Усердно трус Куда подует Ветер туда Туда Крус Ка-ка-ка Мы бы туда Ка-ка-ка Мы бы туда Напротив Петра Никогда Мы пригласили вас Товарищ Крубликов Чтобы выяснить Один довольно спорный вопрос Весь внимание Ваша фабрика Своими силами Строит дом Так? Строим дом В вашем доме Пятьдесят квартир Совершенно точно Пятьдесят квартир В нашем новом доме Вот я предлагаю Пятьдесят квартир И изыскать возможности И пять квартир выделить нам, работникам управления. Ясно? Ясно. Правильная мысль, вовремя подсказали. Сожалею, что самому в голову не пришло. Пять квартир выделим вам, работникам управления. А я считаю, что этого делать нельзя, правильно? Ваши рабочие ждут, надеются, а вы им сюрприз преподнесете, пять квартир заберет. Именно, да. Я считаю, что за такие дела поголовки не погладят. А теперь вы правы. Абсолютно правильная мысль, вовремя подсказали. Сожалею, что самому в голову не пришло. Действительно, мы ведь для рабочих дом достроим. А у нас чиновники хотят пять квартир. Цап, царап. Я удивляюсь, Анна Ивановна, как он мне такое подсказывает. Действительно, за это поголовки не погладят. Да Иван Петрович, легко говорить, он уходит от нас. Ну да. Теперь все на мне повисло. Вы поймите, какой это серьезный вопрос. А что ж тут понимаешь? Что ж я, бревно бесчувственное, что ли? Я, между прочим, сам говорил, что я против выделения пяти квартир. Выделять так уж десять, а еще лучше одиннадцать. А мы для ровного счета выделим вам тринадцать. И все. Сколько у вас там в управлении работников? Человек пятьдесят. Пятьдесят человек. Все пятьдесят квартир вам не отходим. Решать будем вопрос широко по государственному. Не знаю, как на это дело в министерстве посмотрим. Мы, впрочем, никого и спрашивать не станем. Что ж мы сами такой вопрос не в состоянии решить, что ли? Я не понимаю. И человека с работы сняли, он сует с этим свои дела. Смешно, да? Иван Петровича перевели в министерство. Ну да... Иван Петрович, золотые слова. Действительно, душа болит за рабочего человека. Чиновники-то, что они негодяи делают? И чужими руками фиг они получат, они квартиры. Ох, подлец ты, Круглик! Ну и прохворщи ты, Круглик! А я что говорю, я и говорю. Я флюкер, поставлю я на крыше. Я флюкер, не даром я всех выше. Чтобы не сняли, усердно дружусь. Куда подует ветер? Туда! Крнусь туда! Катар! Могу туда! Могу туда! Напротив ветра никогда! А я считаю, что на эти деньги нужно обставить в столовую. Старая мебель совершенно не имеет вида. Мама, ты абсолютно права. Мебель прежде всего. А я хочу на юг. Ну, надо подождать. Имею я право раз в сезоне бывать на юге. Да, раз в сезоне действительно имеешь право бывать на юге. И в чем дело, поезжай, если так хочется. Поезжай на юг. Совершенно не обязательно в этом году туда ехать. Мама! 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 На Сиверской! Сиверской! Верно! И для здоровья хорошо! И мебель можно сочетать! А я хочу на юге! Ну, надо подождать! Ну, почему мама всегда во все вмешивает? Ой, всегда! Сует в свои дела! Там, за концом, кто замужем? Я замужем или она замужем? Кто замужем? Ты замужем или я замужем? В чем дело, понимаешь? Я хочу на юге! И все! Поезжай на юг! Поехать на оси! Верскую! Что ты разговариваешь? Что за смешиваться? Вот именно! Что за отношение к матери? К матери! Это моя мама! Ты думаешь, о чем ты говоришь? Да ни о чем ты думаешь! А я думаю, что с батей писать под чужую дудку! Правильно! У мамы дудка! Вы должны писать под чужую дудку! Я сама знаю, что для меня хорошо и что для меня плохо! Мам! И я поеду в дудку! Поезжай! Мама, у нас узурпатор! Больше ничего! Боже мой! Где это ты говоришь с моей мамой? Я пошутил, мама! Мальчишка! Не обращай на меня внимание! Все равно, пока я жива, будет, по-моему! Правильно! Пока ты жива! Но ничего нам не долго ждать! Поедем на юге! В Северской! Юг! Север! В Север! Юг! В Север! В Север! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот! В Север! В Север! Отлично выглядите! Вы тоже прекрасно выглядите! Где дышались? В Сочи! В Сочи! А вы где? В Песловодске! В Песловодске, да! Лечился, лечился, да! Ну и бессонница, нервы! Добрые люди посоветовали! Поезжай, говорит, в Сочи, на Мацеста! Двенадцать ванн принял, как рукой. То же самое. Вот я другим человеком стал другим. Себя не узнаю. Бывало, я по малейшему поводу, как спичка вспыхивалась. А сейчас, олимпийское спокойствие. Олимпийское. Вот у нашего бухгалтера неприятности, а мне все равно. Директора с работы сняли, а мне трынтрова. Кстати, бухгалтера напомнили меня. Был у нас, был у нас только один отдыхающий. О, да вы его знаете? Да. Василий Васильевич? Василий Васильевич, какой Василий Васильевич? Петухов. Петухов, Василий. Ай, не знаю. А кто он такой? Ну как кто такой? Василий Васильевич Петухов, это же сын старика Петухова. Василий Васильевич Петухов, сын старика Петухова. О, ну, сразу бы так и сказали. Я сразу бы говорю, ну, вот, знаете же. А, не, не знаю. А что это? Это как это вы его не знаете? А так это я его и не знаю. Ох, 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 вы не знаете Василия Васильевича? Ох, 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 я не знаю Василия Васильевича. Он не знает Петухова. Я не знаю Петухова. Да как же его вы не знаете? А так же я его и не знаю. А его все знают. Все знают, да я не знаю. Петухов! Василий Василий Васильевич! Знаете вы его? А я бур не знаю. А вы знаете. Не можете его не знать. Я-то лучше знаю, что я его не знаю. Все знаете, вы не знаете, Петухова не знаю. Знаете, Петухов, Василий Василий, с улицы Гойкова! Давай, давай, поговори, давай. Издевайся ты надо мной! Нет, я бур не знаю его, издевайся. Сейчас на душу я тебе, понял? Петухов! И суд меня оправдает! Ходишь палкой! С бородой! С бородой не знаешь, ушами не знаешь! Как же вы не знаете? Как же вы не знаете? Что такого не знаете? Какого не знаете? Играйте в трубе! На трубе играет, да. На крышу забрался, на трубе играет. Какую крышу? Какую крышу? На этой трубе играет. Музыкант что? Рыжий! Это же мой родственник. Господи, что же мне столько голову-то морозит? Родственник самый ближайший. Ну как же, милый, да. Сколько живёт он где, вы говорите? На улице Горького. Да что вы, милый. На Неглинной. А-а-а-а-а-а! Ну я же лучше знаю. Уж как-нибудь, слава богу. Я же его с детства знаю, милый. Я же его нянчил. Что вы, милый. Как? Я же его прикармливаю. Что вы, милый. Живёт он на Неглинной улице, да. Дом семнадцать. Квартира сорок три. Ну как? И фамилия его не Петухов. Что вы, милый? Никогда он Петухов. Фамилия его Гусев была всю жизнь. Так я вас не про Гусева спрашиваю. Про кого ты меня спрашиваешь? Про Петухова, Петухова. Василий Василий Петухов. Петухов! 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 Милый, ой. Ой-ой-ой. Петухов, Василий Василий. Милый, ой-ой-ой. Отстаньте! Милый, ой-ой-ой. Отстаньте! У меня дети малые имеют. Не знаю я его, не знаю. Нас никто с ним не познакомит. Вот и не знаете. Вот я его и не знаю. Ой, не знаете. Я вам скажу откровенно, я и Гусева-то мало знаю. Хорошо. Хорошо. Петухова, Василий Василий. Вы не знаете. Не знаете. Я его не знаю. Уточкина. Что? Уточкина Николая Петровича, вы знаете. Уточкина? Да. Уточкина у меня у юстили больше нет. У прощаний меня нет. Прощайся. Прощайся. Прощайся! Слушайте сюда. Никого не слушайте. Мы на нашего директора молиться должны. Если о нем говорят плохо, это только потому что если на нем говорить хорошо, И вот тут же заберут туда, нам пришлют другого. Мы этого не выдержим, потому что мы нашего дорогого директора горячо любим. А кто его не любит, тот обожает. Мы при нем добились таких успехов, о которых ему даже боятся доложить. Так я когда-то мальчишкой говорил о своем директоре. А сейчас у нас директора. У нас уже такое количество работает в счет будущего года, что неизвестно, кто будет работать в этом году. Ну, наш директор, он же всем верит, он верит всем. Он спрашивает у рабочего, почему ты позавчера пришел не вовремя на работу? Он говорит, автобус сломался. А вчера почему опоздал? Так сломался же. А почему сегодня пришел на час позже? Все четыре колеса. Этот рабочий переломал столько автобусов, что такого количества автобусов еще в нашей стране не производили. Директор говорит, он спрашивает у инженера, почему ты вчера пришел не вовремя на дежурство и вообще не явился? Тот говорит, автобус сломался. Тот говорит, простите, тот говорит, провожал тетю Феню. Допустим, ну и что? Ну, в последний же путь? Позволь, в последний путь ты провожал тетю Феню на прошлой неделе. Тот говорит, так вы же тетю Феню не знаете. У нее же восемь пятниц на неделе. Директор верит. Так думают о директоре все. А директор что думает? А директор думает. Я вынужден верить. Иначе я должен всех выгнать с работы. Директор, что сейчас директор может? Взять нужного человека? Не может. Убрать ненужного? Не может. Наказать рублем? Не может. Наградить? Тем более. Мало того, каждый шаг директора под надзором, все за ним следят. Все. Партийная организация, профсоюзная, комсомольская, пионерская. Орет на коллектив, запугивает. Не орет, боится. Хорошо одевается пижон, плохо одевается жмот. Улыбается секретарша, заигрывает. Перестал улыбаться, доигрался. Орет на коллектив, запугивает. Все, кому не лень, все его получают. Все. Такой карапуз. Если б я был директором, в литературной газете рубрику такую забили. Если б я был директором. А вот взяться и назначить. Пускай себе на здоровье. Нервный тик зарабатывает. Кем я работаю? Вы что, не поняли? Директором? Вот так. Желаю вам, дорогие друзья, чтобы у вас был директор, который не испытывает подобных трудностей. Желаю вам и вашим семьям радости, добра и здоровья. Вот мы заговорили с вами, говорили с вами о дураках, Юра. Правда? Да. Мне кажется, дурак не страшен. Не страшен, потому что на его место снимут его, а посадят умного человека. Страшен, мне кажется, дурак с инициативой. Понимаете? И такой дурак никогда не полезет в свой карман. Тут он не дурак. Он залезает в чужой государственный карман. То есть в наш общий карман. Такой дурак рассуждает обычно таким образом. Кибернетика. Электроника. А голова на что? Голова. Черепок. Он ведь варит. Кумекает. Шарики бегают. Мысль. Движется. Мозги. Шевелится. Думает. Сображает. Руки. Ать, два. Ать, два. Зарядка. Придумали. Лишь бы не работать. Лишь бы дурака валять. Здоровенно не пугай. Гири подымает. Ать, два. Зря воздух перемалывает. Пустую. Пусть он камни таскает. Камни. Вагонетки с углем. И платить ему не надо. Он же за гири деньги не берет. Ежели у нас народ. Ежели у нас весь трудовой народ по утрам вместо физзарядки будет яму копать. Туда воды накачать и этих водоплавающих гусей. Перспектива. Через год на каждого. Во! По два гуся. Не, по четыре. По четыре гуся. Вес физзарядки. Ноги в футбол. Двадцать два бугая. Один мяч перекатывают. А вы дайте каждому этот каток на коне. Двадцать два бугая на полтора часа. Полтора часа на двадцать два бугая. Два пишем. Семь на ум пошло. Они все поле заспальчили. А ежели каждый зритель по рублю дадут. Ежели все. Сто тысяч зрителей по одному рублю. Это будет. Сто тысяч зрителей. По одному рублю. Это будет. Сумасшедшие деньги. Сумасшедшие деньги. Это марафонцы. Видали? Страус. Сорок два километра бегом дает. Его кто-нибудь использует. Он же порожняком бегит. А ежели он почту захватит. А сюда еще мешок с крупой. В глубинку. У нас же составы освободятся. Парохода. У нас такое будет. У нас... У нас... Кто у нас еще остался? Эти музыканты, артисты, да? Эти... Ревматики с клеротикой. Прочий боевой отряд. Физически маломощных. Хлебаков. Стой, 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 стой. Ну-ка, 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 ну-ка. Ага, их на легких работах использовать. Балерина, видали? Она вертится. Аж в глаза кребет. Привяжи к ноге Динамо. Пусть она ток дает в недоразвитые районы. Что делается? Ты кто, иллюзионист, фокусник? У тебя из ведра курица вылетает? Пойди, обеспечивай народ курями. Медра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждый спасибо скажет. Это же ты честно будешь работать. Писатель, как он пишет. Видали? Он ходит. Он обдумывает. Что он напишет, еще неизвестно. А пока он ходит, привяжи к ему рычаг. Ать, 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 ать. Вот он уже воду качает. А, хоть какая польза. Вот так каждого использует. Вот так, вот так. Вот такое будет. У нас такое состояние блага, такой прогресс. В смысле урожай. На заборах у нас будет вместо голубей дурных во, индюки будут сидеть. Во, когда вперед-то скакнем. Только надо, чтоб каждого. Во. У-у-у. Я, простите меня, по профессии... Мер... Э-э... Лектор. И в период белых ночей я вместе с экскурсантами разъезжаю по Неве на... Сами понимаете пароходе. Читаю лекции на тему любовь и дружба. От 7 до 12 рейсов за ночь. Первый рейс туда, о любви, обратно, о дружбе. Второй рейс туда, о дружбе, обратно, о любви. Устаю ужасно. Вместо того, чтобы ночью спать, я мотаюсь взад-вперед на... Э-э-э... Взять на дружбе пароходе. Итак, любовь. Любовь это огромное, безбрежное чувство, о котором невозможно говорить без... волнения. И я не боюсь этого слова без... Сами понимаете... требований. Оглянитесь вокруг, присмотритесь к окружающей вас природе. Она вся пронизана и наполнена чем любовью и фауна, и флора. Взгляните, как тянется мотылёк к бабочке, а бабочка к цветку, как прильнула к лепесткам пчела, как трогательно осыпается одуванчик. Это нежный ветер коснулся его, и несёт его пух. Куда? В неизведанную даль. Любовь вся объявляющая, как сказал философ Спиноса. Любовь прекрасна, мир чарует, как произносит Кармен в одноименной вещице без ней. Любовь входит в сердце, да? Ну как? Как справедливо заметил один отец, товарищ, который, будучи скромным человеком, просил не называть свою фамилию. Женщина, я не боюсь этого слова, женщина – это друг человека. И мы, представители противоположного пола, должны относиться к ней по-рыцарски. Классические примеры беспредельной любви являют нам Ромео и Жульетта, Абисалом и Этери, и, наконец, Чето и Коте. Об этом много и благотворно писали такие композиторы, как Чайковский, Мусырский, Драгомышский, Галинга, Римский, сами понимаете, Корсаков, Блантер, Богословский, Макроусов, Соловьев, сами понимаете, Садуаев. Такие плоски, как Твардовский, Исаковский, Долматовский, Матусовский, Орловский, Курский, Казанский, Ярославский, Савеловский. Любовь и дружба необходимы молодежи, как солнце, как воздух, как, сами понимаете, вода. Кислород, водород, азот, серо, уголь, мясо, гвозди. Твардовский, 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 Так дело в том, что мы никак не можем получить разрешение на вывоз этого шлака с территории вашего комбината. В течение года? В течение года. Да что вы говорите? Да, да. Безобразие. Безобразие, конечно. Вы у Петра Ивановича были? Был, конечно. Ну и как? Ну он же не подписал. Нет? Нет. Послал к Ивану Петровичу. Ивану Петровичу. А он что? Тоже не подписал. Нет? Нет, послал к Сергею Николаевичу. Сергей Николаевичу. Это по хозяйственной части. Да, да, да. Он нет? Не подписал. Николая Сергеевича послал. О, это негодяи. Нет, перестраховался. Да, не подписал. Ну, страшно. И что? Послал к Михаилу Филипповичу. Михаилу Филипповичу. Кто-то тоже послал? Еще как послал. Издевательство. Ивана, Ивановна Петра, моя хата с краю. Это типичный случай, перестроковка. Ну, вы-то можете подписать? Нет, и слава Богу. Пожалуйста. Как-нибудь уполномочен. Спасибо. Эх, дорогой, сразу бы ко мне пришел. Ну, ты кто знал? Я бы тебе сразу подписал бы. Год бумажки. Год. Год ходишь. Год мотаешь. Слушай, ну как с этим бороться? Как, а? Ну как с этим бороться? Ведь по телевизору об этом, понимаешь, и показывают, и говорят, и по радио, понимаешь, и в крокодилах печатают, и фильетоны пишут, и нориньяне пишут. Это дело, я бы вот все это делал, я бы все это дело вот зрителям бы показал, понимаешь, в театре, чтобы народ в лицо увидел этих негодяев. Вот так, только так. Вот так. Семья есть? Есть. Привет, семье. А как же, подпись? Подпись то, подпись недолго. Подпись на это. Секундное дело. Ты вот засекай время, посмотри, сколько я тут подпись буду ставить. А ты год ходишь. Год. Тебе год заставляют ходить. Не жалеют ни здоровья, ни человека, понимаешь ты, ни нервов никаких. А это деньги, я уж не говорю о деньгах. Сто тысяч. Да, сто тысяч. Это не кот начихал. Нет, я это дело в театр звякну, я начальству брякну, я в газету тисну, я в райком стукну. Семья есть? Есть. Привет, семья. Ой, господи, невозможное дело. Прощай, вино в начале мая, а в футболе прощай любовь. Какое вино, милая? Какая любовь, что вы говорите? О чем вы говорите? Когда-то, а? Это когда-то, в былые времена, любовь была. Чуть что, брык с моста. Раз под поезд, Анна Карелина. Крест по морде. Дуэль, бац, и ваших нет. Это был разговор. А сейчас что? Нет, конечно, по морде сейчас можно. Склопотать запросто. Этого, конечно, можно. А все остальное... Вы меня извините. Когда-то, в былые времена, о, что делалось. Я помню, в Петербурге 140 лет тому назад, как сейчас. Что было? Какая была весна? Наводнение. И всплыл Петрополь, как тритон, во, по пояс. А пояс в воду погружен. Все это лабазы, все это склады, все это овощи, продукты, все это под водой, все гниет, все это портится, ржавеет. Убытку. А сейчас что? Нет, конечно, сейчас тоже. Тоже, конечно, есть. Конечно, есть кое-что. На. Не то все. Вот. Там вот. У них, мне говорил один, там ведь деньги делают в погоду. Ежели ты жлоб, но у тебя есть деньги, все. Да, любая погода. Ну, скажем, вот мне говорили один, что вот там вот у них один дуб стоярос. Желаю, говорит, чтобы был ветер. Воду, говорит, вам миллионы. И что ж вы думаете, пустил миллионы на ветер. А у нас что? Не, конечно, у нас тоже. Тоже есть. Конечно, есть. кое-что. На. Все это не то. Так, сейчас газетку почитаем свеженькую. Естественно, что на свете делается, что нам в газетке пишут. Так, строятся, ревнуются. Герой труда Сергей Александрович Прохоров. Ишь ты какой. Ну, а фильетон где? Вот тина, газета без фильетона, читать нечего. Ну, почитаем, кто с кем разводится. Сколько их развелось. Гражданин с гражданкой, гражданка с гражданином. Да. Теперь-то не того, что приезжать. Теперь пошли навстречу разводящимся, трудящимся. Да. Ну, вот и газетка вся. Чекать больше нечего. Интересно, какое сегодня число? Мой день рождения. Забыл. Никто не напомнит, ни жена, ни дети. Дети и жена. Где они все? Где дети? Где жена? Где кто? Хоть бы открыточку кто бы прислал. Телеграммку бы, дорогой папочка, поздравляем. Прождение. Черт, два деда тебе пришло. Дети называешься. Ой, зачем я их столько сотворил в свое время? Шутка ли сказать, восемь детей? Или даже девять? Девять, да, девять. Ни один подлец не пришел. Вот у соседей только двое. Соседи каждый праздник торты едят. А мне хоть бы кто в день рождения подарок прислал? А разве есть такой закон, чтобы дети отцов забывали? Такого закона нет. Мне юрист говорил, я ведь могу на своих деток в суд подать. Ах, вам в день рождения подарка жалко. Вы мне всю жизнь алименты платить будете. Вот дети пошли. Ни черта неизвестно. Никто они, ничто они. ниоткуда, ни... Так. А это, кто это мне подсунул? Эй, не нужны вы мне. И знать я вас не желаю, и знать я вас не хочу, и не нужны вы мне... А это что за нахальный тип такой? Глаза наглые. Морда какая нахальная. Это у меня от Клавы. Точно, от Клавы. Или от Шули. Мне не от Шули, не от Клавы, а это мне... Это же я сам в двадцать. Это же я сам в двадцать. На кого же я тут так похож-то? Только что же я точно такую же мордуленцию видел. Именно точно... Что это? Катин ребенок. Отчество по моей, фамилия моя, Прохоров. Мой сын. Мой сын. Герой труда. Вот кто мне алименты платить будет. Попался, голубчик. Кого я вижу? Милый, Митрович, ты мой мой, ты мой мой. Отлично выглядите. Вы тоже прекрасно выглядите. Где отдыхали? В Сочах. А вы где? В Кисловодске. Ну как? Лечились? Лечился, лечился. Бессонница, да, да, нервы. Ну и добрые люди посоветовали. Пойдя, говорят, в Сочи на Мацесту. Ну и 12 ванн принял, как рукой. То же самое, я другим человеком стал грубить. Я не узнаю, что вы говорите. Не бывало, я по малейшему поводу как спичка вспыхивал. Да. А сейчас? Милый, олимпийское спокойствие. Мой, олимпийское. Вот у нашего бухгалтера неприятности, а мне все равно. Директора с работы сняли, а мне трынтрова. Кстати, про бухгалтера напомнили мне, Федор Петрович, значит, был у нас тоже один отдыхающий. О, да вы его знаете. Василий Васильевич. Знаю, знаю, какой, какой Василий Васильевич, какой? Петухов. 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 Василий Васильевич. Ай, не знаю, не знаю. Ну, ну, как же вы не знаете Василия Васильевича Петухова? Петухова? Василий Васильевич. Ай, не знаю, а кто он такой, кто он такой, Васильевич? Старика Петухова. Ну вот. Знаете же? Не, не знаю. А что? Я первый раз слышу. Ни его, ни отца, ни сына не знаю. Ох, ох, ох. Что? Вы не знаете Василия Васильевича. Ох, ох, ох. Я не знаю Василия Васильевича. Он не знает Петухова. Я не знаю Петухова. Как же вы его не знаете? Как я не знаю. И уже все знают? Все знают. А я не знаю. Да Петухов. Петухов. Василий Васильевич. Василий Васильевич. Хе-хе-хе! Знайте вы его! Не знаю я его. Я вам сказал, что... Знайте! А вы не можете не знать! Всего знаете вы не знаете! Петухово... Знаете вы его! Отсадь от меня, кому сказал! Чёрт, лысый! Да не знаю я ведь, кого я... Я-то лучше знаю, что я его не знаю! А Петухова знаете, не можете вы не знать! Петухов, Шулечи Горького! Сейчас я задушу тебя! Ходит с палкой! Задушу я тебя сейчас! Петухова не знает, скажи, пожалуйста! И суд меня оправдается! С бородой! С бородой не знаю, с ушами не знаю! С руками, с ногами, с глазами! Не знаю я его, понял? Да скажи, вы не знаете! А как вы не знаете! Скажи, вы не знаете! Петухова не знаете! Василий Васильевич! Играйте в трубе! На трубе играй! Я на крышу забрался и на трубе играй! Какую крышу? Вот на этой трубе играй! Музыкант что-нибудь? Рыжий! Это же мой родственник! Господи! Что же вы мне голову столько морочите, а? Родственник, да! Самый ближайший! Ну что ж... Живёт-то он не на улице Горького! Видать, ещё спорит со мной! Да я-то уж лучше знаю! Уж как-нибудь, милый! Слава Богу! Я же его с детства знаю! С детства! Ну? Я же его нянчил! Ну как же, милый! Я же... Я же его прикармливал! Дорогой! Живёт он на Неглинной улице! Да! Неглинная! Дом 17! Квартира 43! Ну как же! И фамилия его! Не Петухов! Что у меня? Николян Петухова у него! Фамилия его! Гусев фамилия! А я вас не про Гусева спрашиваю! Про кого ты меня спрашиваешь? Про Петухова! Василий Васильевич Петухов! Эй! 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 Милая! Красота! Ай! Петухова! 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 Вашири-вашири! Эй! Эй! Не знаю я его! Эй! Эй! Ей! Я его не знаю я! Эй! 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 Я не знаю я! Слушай! Отстаньте от меня! Ради бог! У меня дети малые! Никого я не знаю! Я вам скажу откровенно! Я и Гусева-то мало знаю! Ну хорошо! Хорошо! Петухова! Петухова! Василия Васильевича! Вы не знаете! Не знаете! Нас никто с ним не познакомит! Ну и коротко! Вот я его и не знаю! А? Уточкина! Что? Что? Уточкина! Николай Петрович и вы! Знаете! Уточкина! А на Уточкина у меня уже сил больше нет! Ты меня бил! Эх ты! Господи! Прощай! Прощай, будь здоров! Прощай! Марго! Не смог мне! Будь здоров! Продолжение следует...